Жители, ну расходитесь, я же просил не заходить за ограду, ведь у меня тут стройка как-никак. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новенькое видео. И эти жители совсем обнаглели, даже же ко мне в дом залезли. Ну ничего, я их винить не буду, ведь им просто интересно. А знаете почему? Вот смотрите, ребят, вы видите, у меня на крыше кузницы появились вот такие вот бетонные сваи. Также я тут делаю какую-то непонятную лестницу. А что, собственно, происходит? Давайте я и вам всё-таки объясню. Дело в том, ребятки, что я решил сделать... А, криво поставил. Дело в том, что я решил сделать второй этаж у своей кузницы. Да, решил я немножко расширить. Жители нельзя сюда! Ну, какие же, ребятки, они всё-таки мешательные, если можно так выразиться. Ещё один. Да куда вас столько? Ну, жители, ну не мешайте мне, пожалуйста, строить. Ладно, окей, ребятки, давайте будем просто их игнорировать. Потому что, я думаю, только так у нас всё получится. И ещё, в принципе, вот сюда вот. Ё-моё, ну, короче, ребят, блин, тут столько жителей, невозможно продолжать нормальное строительство. Если я сейчас поднимусь на самую крышу, они меня с неё скинут, наверное. Потому что нужно, ребятки, быть намного-намного аккуратнее на стройке. И чтобы тут, естественно, посторонних не было. Поэтому давайте я быстренько доделаю эту лестницу. Вот окно тут заменю. Поставлю. Даже внутри её ничем заполнять не буду. Просто брошу как есть. И, ребятки, побегу на работу деревенским фермерам. Я думаю, что я закончу быстрее, но, увы и ах, жителям не мешают. Всё, жители, ничего сегодня я делать больше не буду. Можете расходиться. Ничего интересного больше не произойдёт. А теперь, ребятки, мы можем, наконец, с вами отправляться на работу. Ой, ё-моё, какая-то стена теперь печальная и грустная. Стала я без окон. Но ничего страшного. Зато у меня появился теперь второй этаж. Я думаю, что это намного круче, чем два несчастных маленьких окошечка. Так, ладно, берём картошку, морковку, семена пшеницы, как обычно. И отправляемся на работу. Две недели спустя. Так, 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 давай, 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 влево, 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 езжай, езжай, вправо, вправо. И чёрт, блин, проиграл. Ну вот, опять проиграл. И... Чё? Чё это за звуки? Э, кто это делает? Хватит, выключите. Чё, кто это? И... Ой, ребят, вроде прекратилось. Стоп, я же не с ума сошёл, вы тоже это слышали? Какие-то звуки пианино были, да? Или, ребятки, я с ума сошёл, мне это кажется уже... Ладно, окей, это было немножечко странно и... Вот, блин, ребят, занимаюсь всякой фигнёй я, на самом деле. Я сижу в компьютере, заместо того, чтобы доделать ремонт. Уже где-то, наверное, недели или две недели у меня вот так вот стоит лестница, я вообще её не трогаю. И, на самом деле, ребят, мне чё-то так лень делать этот второй этаж, и мне так лень доделывать дальше эту лестницу. Знаете что? Я, наверное, забью. Я передумал, не будет у меня второго этажа в кузнеце. Зачем? В принципе, и одного вполне хватает. И вообще, давайте в целях безопасности всё это уберём, а то кто-нибудь ещё и житель сюда заберётся, навернётся отсюда, и мне потом ещё прилетит. Правда, это было так давно, ребят, что я даже забыл, где лежат мои инструменты, где лежат мои стройматериалы, и... Ё-моё, ребят, я вот кирку нашёл, я даже не помню, где лежит топор, где лежит булыжник, всё вот это вот, чтобы убрать, но... Ладно, окей, давайте разберём это киркой, как говорится, а чё? А чё ещё делать, как говорится? Да, топор я посеял, стройматериалы посеял, всё, видимо, ребят, не будет у меня никакого второго этажа. Да ладно, как говорится, тогда я чё-то хотел, а сейчас я уже, если честно, перехотел. Да ещё и меня, кстати, к тому же бесит, что жители постоянно залазят на мою крышу, тут топчут ногами, топчут, 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 и шумят очень сильно, поэтому не. Лестницу я сто процентов буду полностью разбирать, только вот эти доски ещё надо разломать. Жалко, вот, ребят, без топора, как говорится, и жизнь не та. Чё это такое? Кровать чё? Я чё тут кровать оставил, ребят? Я всем, что ли, дурак, зачем мне сюда кровать... И печка. Ребят, а чё это тут делает, я не понял. Погодите, это прям под лестницей. Да, смотрите, это прям под лестницей, ребятки, тут кровать, верстак и печка. Я не знаю, ребят, ребят, вы помните? Напомните, пожалуйста, я две недели назад сюда клал что-нибудь, или я просто так лестницу застроил? По-моему, я просто так лестницу застроил, и не ставил сюда ни кровати, ни печки, ни верстаки, и сундуки тоже никакие не ставил, ребят. Там чё, сундук? Чего? О, житель, не лазь, тут лестница плохо закреплена, ё-моё, я же говорил, ребят, жители любопытные. Но я сейчас любопытен ещё больше, погодите, тут какой-то сундук. Смотрите-ка на это, ребят, тут... И люк какой-то есть, чё происходит? Вы посмотрите, ребят, в этой лестнице замурован сундук, верстак, печка, кровать и... Люк, чё? Может, это всё-таки жители сделали, учитывая на то, сколько они любопытные. Смотрите, ползают тут везде, бегают, но... Ребят, это не похоже, это не жительский почерк. Погодите-ка, а чё лежит в сундуке? Давайте-ка проверим, так, откроем его и... Опа, смотрите, а тут чё-то лежит. Какие-то коробки, какой-то мангал или что это? Господи, ребят, а что это всё такое? Погодите, давайте-ка я достану это всё отсюда. Во-первых, тут лежат какие-то коробки, давайте откроем их и посмотрим, чё внутри. Так, раз, два и три, и тут... Тут нифига... Кстати, ребят, погодите, это мои стройматериалы, смотрите-ка на это! Камень, булыжник... Э, это же всё моё, я из этого всё строил. Погодите, а кто это всё забрал? Тут ещё какая-то бронька непонятная лежит или что это? Стоп, это не бронька, это... Это маскировочная бронька. То есть, понимаете, кто-то её использовал, чтобы прятаться, но кому нужно прятаться и, главное, для чего? О, и дождик прошёл, отлично как. Это странная фигня, такая-то чё такое и... Ой, ребят, мне кажется, что вот эта вот тема опасна, и её лучше... Вы это слышите? Вы это слышите? Кто это делает? Это вы? А, я понял, это отсюда делают жители, да, и... И тут нет никакого пианино, а звуки продолжаются, и остановитесь! И... О, вроде прекратили звуки. Блин, я не понимаю, что происходит, ребят, кто играет на пианино? Ладно, окей, с этим разберёмся. А это что такое? Это какой-то мангал, да, или... Или нет, погодите, это... Тут картины какие-то лежат, посмотрите-ка на это! Тут все картины из Майнкрафта! И также ещё какие-то дополнительные картины. Ёшки-матрёшки, это... Это чё такое? Какой-то... Какой-то художник, что ли, тут поселился, или... Или вот... А это что? Это... Ребятки, я отдалённо предполагаю, что это. Но вкратце я вам скажу, что эта штука может устроить конец света, и... Я фиг его знаю. Кстати, а мы так и не посмотрели, что, ребятки, находится вон под тем люком. И, на удивление, он очень просто открывается. Погодите, давайте-ка туда проберёмся, вот эту вот ступенечку разберём, и спустимся вниз, посмотрим, что там творится! Тихо-тихо-тихо, не пугайся меня! Ты кто такой? Дед! Ты... Дед Стив? Что? Как тебя зовут? Ты кто такой? Почему ты живёшь под моей лестницей, и почему у тебя тут пианино? Тихо-тихо, я понимаю, у тебя ко мне очень много вопросов, но мы с тобой давно знакомы. Чего? Я с тобой? Я тебя первый раз вижу, я вообще не знаю, кто ты такой, как... Так, я сейчас полицию вызову. Тихо-тихо, не надо вызывать никакую полицию, ты же в прошлый раз полицию не вызвал. Когда в прошлый раз? Дед, не смей говорить загадками, говори, что происходит! Ладно-ладно, спокойствие, спокойствие, и только спокойствие. В общем-то, помнишь, у тебя на канале два года назад выходил ролик, который назывался «Он всё это время жил под моим домом», так вот, это я. Чего? Погоди, я даже такого ролика уже не помню на своём канале. А, нет, вижу, реально два года на... Стоп! Ё-моё! Я... Я совсем забыл про тебя, ты и тогда вообще выглядел по-другому. Да, Компот, я помню, у тебя тогда и миллиона подписчиков не было, да у тебя даже полмиллиона подписчиков не было, а сейчас у тебя почти десять миллионов. Ёшки-матрёшки, нифига себе так, погоди, но я не могу всё равно тебе доверять, я тебя видел один раз за всю историю своего канала, за всю историю своей жизни я тебя видел один раз, и только... И... И вот сейчас я вижу тебя второй раз, и... И спустя время, ё-моё, у меня, ребятки, разрыв шаблона просто. Мои старые подписчики, которые подписаны меня более двух лет, вспомнили его, ребятки, хотя вы его даже, наверное, и не знаете. У меня на канале более тысячи роликов, и, ребятки, он появился всего лишь в одном. Это странный дед, который сначала жил у меня под домом, а теперь он снова вернулся, и на этот раз уже живёт у меня под лестницей. Дед, а... А расскажи, что случилось-то? Ну, как ты помнишь, Компот, я был бомжом, ну, в принципе, я таковым и являюсь, правда, я уже не бомж, я кочевник, я обожаю путешествовать, брать с мусорки всякие предметы, и вот, помнишь это легендарное пианино? Я на нём тоже играл в твоём ролике два года назад. Ё-моё, какая ностальгия! Это просто жесть. Вот, дед, не вспомнил бы я тебя, я бы серьёзно говорю, я бы полицию вызвал, давно бы тебя сдал, но... Ёшки-матрёшки, это как так? Вот так, представляешь, с человеком незнаком два года, вообще не знаешь о нём, не слышишь о нём, и он появляется. Да, Компот, я сам вспомнил-то про тебя совсем недавно. Я на самом деле жил очень далеко от твоей деревни, где-то, наверное, в трёхста тысячах километров от неё, представляешь? И вот я вспомнил про неё, вспомнил, откуда я начинал своё путешествие два года назад, решил вернуться сюда, и жители как-то мне были не рады, тоже угрожали полиции. Я увидел какую-то лестницу, я уж подумал, ты тут не живёшь давно в этой кузнице, и решил спрятаться. Не, чувак, что-что, у меня всё остаётся на своих местах. Два года прошло, я до сих пор живу в этой кузнице, и как видишь, там ничего не поменялось. Вот на меня хотел второй этаж сделать, передумал. Ох, Компот, надо же, бывают такие встречи-совпадения. Да, слушай, бывает такое иногда, но я рад, что ты заглянул к нам. Кстати, я ведь так тебя и не спросил, а что вот это вот такая за штука, и почему ты хранил у себя её в сундуке? Ой, Компот, осторожней с ней, я её нашёл на свалке, представляешь? Я прочитал про неё в интернете, и там написано, что это очень опасная штука, которая может устроить конец света. Да ладно, какой тебе конец света? В интернете понапишут всякие там обаны... Ой, 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 слушай, а чё она... Ой, ой, чувак, а что происходит? Ой, поджигается зелёный огонь, сейчас будет вырабатываться зелёный газ, и тут всё будет отравляться. Чёрт-чёрт-чёрт-чёрт, что я наделал? Давай быстрее на возвышенность, валим отсюда! Ё-моё, кстати, этот огонь не проходит через ограду, нужно срочно всю деревню огородить! Ёшки-матрошки, вот я, конечно, делов натворил, не надо было мне ничего... Да стой, огонь, остановись! О, смотрите, реально остановился, только, блин, нужно больше земли. Вот чё я такой любопытный, чё я такой интересный весь? Так, ё-моё, ё-моё, мне уже земли не хватит, чтобы это всё остановить! Тихо-тихо-тихо, давай-давай, не надо тут идти, огонь, тихо, нужно его остановить! И, кажется, я зафейлил, ребятки, видео мне придётся перезапускать сохранение. Ребят, на самом деле я удивлён, что к нам зашёл вот этот вот дедушка, которого более двух лет не было на моём канале, поэтому ставьте лайк за такое видео и посмотрите то самое. Ну а с вами я прощаюсь, всем удачи, всем спасибо, всем пока, я пойду запущу новое сохранение.